Всем привет! Вы на канале Вышивка Плюс. У нас в Оренбурге проходит рукодельный осенний марафон 2020. Сегодня 20 сентября. Вышивальный день. Навстречу пришли вышивальщицы города Оренбурга. И сегодня мы посмотрим, какие же они принесли работы, похвастать. Если вам нравится такой формат видео, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал. И идемте смотреть, кто пришел на встречу. Чай потом туда пойду. А где работают? Давайте на лавочку. А садиться можно туда, на стульчик. А то она же привязала. Сегодня у нас в гостях Оренбургский вышивальный клуб Степны и Василиса, который организовала Ольга интернет-магазин «Радуга вышивки». И ссылочку на магазин я оставлю в описании под этим видео. С Ириной, хозяйкой галереи кукол, вы уже знакомы. Здравствуйте, Ирина. Да, рада всех приветствовать. Еще раз хочу сказать вам, что мы находимся на Пролетарской 4. Работаем в пятницу, субботу, воскресенье с 12 до 6. Сентябрь-октябрь у нас с Клубом рукоделия Ассорти проходит осенний бесплатный марафон по мастер-классам. Это сентябрь-октябрь. Следите за нашими анонсами во всех сетях. В соцсетях у нас имеется группа ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке, в Инстаграм. Также у нас имеется сайт свой, заходите на сайте интернет-магазин «Наши мастера. Условия сотрудничества и партнерства». Ждем гостя. Ссылочка, как всегда, будет под видео. Привезла дипломы, которые кто не успел забрать. Но я так смотрю, не все здесь присутствуют. Но я, может, кто знаком. Вот Наталья Никулина, нет ее здесь. Валентина Новикова, тоже кто вот диплом. Даша, Аня Мамаленко, Ксении, нет. Это вот все наши участники. Гульнара, Катя Быстрова. Ну, в общем, вот видите как, никого нет. Вторую встречу и про Гульна. Но Даша отдам. Девчонки, кто первый раз пришел на нашу встречу? Я вижу, здесь вот новенькие у нас есть. Мы все девочки. Мы все девочки, независимо от возраста, все уже мы давно на «ты». Это Оля, магазин «Радуга вышивки». Очень много к тебе было вопросов от новеньких девочек по поводу того, где купить равномерку, где купить нитки, где купить наборы. Вот я здесь принесла образцы. Это живая карта равномерки. В Оренбурге равномерку можно купить только у Ольги. И обращайтесь. Ссылочку оставлю под видео на Ольгу. И на магазин «Радуга вышивки». В принципе, даже поезд забиваете. Это карта цветов интернет-мси. Сегодня мы с Олей расскажем, покажем. У новеньких какие будут вопросы. Я принесла наборчики. Сделаем обзор наборов. Как начать вышивку. Ну и, собственно, Оля вас сориентирует по ценам. Девочки, кто сейчас смотрит видео на YouTube-канале, у Оли есть такая услуга. Нарезка ниток DMC к авторским схемам. Можете обращаться. Ну, к авторским. А вообще, какие вы там себе захамечили. Обращайтесь. Ссылочки все будут. Ну что, сейчас мы посмотрим работы. Девчонки покажут, что они навышивали. Ну и потом уделим время новичкам, потому что им интересно все поподробнее посмотреть. Ну а сейчас полюбуемся. Кто первый у нас? Кто самый смелый? Нет, Марина приехала из Москвы. Ну и специально на нашу встречу. Вот так шли. У нас не отняли. Из Москвы, из Новотроицка Зоя Ивановна к нам все время приезжает. То есть это, во-первых, очень давно мы не встречались, не собирались. И коллектив наш... Вы даже не всегда собираетесь, а под мой принес. Да, вот видишь. Так что всегда что-то, особенно за это время, у нас только работа. Вот накопилось, да? Да, мы с вами закопили. Показывали, что-то нагревало за это время. Ну вот так работа есть, да. И вот это вот, наверное, за этот год, за карантин сиделишь дома. Делать-то нечего же было. После работы вот... Ну я работала, я на карантине не сидела, собственно. Ну вечерами нет, куда же ходить-то было. Нельзя было ходить. Это самая моя такая большая. Это моя первая равномерка, собственно. Ланарта вот такая вот вышита. Это на равномерке вышита? Да, да. А равномерка вручную окрашена? Нет, это набор. В наборе что-то такая. А, это в наборе такая. А набор от какой фирмы? Ланарта. А, это Ланарта. Огроменная вообще. Ну она вышивается очень легко, на самом деле. Такая прям. Легкая, хочу сказать. Вот. Ну даже не знаю, что еще показать. Ну маленькие такие вот. Маленькая. Какая самая трудная? Самая трудная. А я даже не знаю, как она. Не на черном? Не, на черном. Вот, да, есть на черном, но я бы не сказала, что она трудная. Мне как-то все одинаково для меня. Просто какие-то чуть более простые схемы, они быстрее вышиваются, другие чуть подольше. Вот так, не знаю, я беру да вышиваю. Я вышиваю одну работу и сразу до конца. У меня нету так вот, как... Такую, у нас нету много работы. Я паднула. Это все твое. Это лебеди, да? Ну я же везу сюда оформляйте. Это Dimensions, да? Нет, это Classic Design. А, это Classic Design. Да, девочки, вот смотрите, как раз кто хочет посмотреть работу от Classic Design, копия Dimensions, вот смотрите. Кстати, классно. Да, здесь одной нитки не хватило буквально, не знаю, сантиметров, наверное, двадцать одного цвета, бека. Ну можно было, конечно, даже не покупать какую-то другую нитку. А ты сравнивала, чем-то отличается от Dimensions? Нет, у меня нет Dimensions ни одного набора. Нет, не сравнивала? Я бы... Ну а мне нищего сравнить, у меня нету набора. Вот интересно вживую различие, да, посмотреть? Да, вот если бы было у кого-то. Если бы было от Dimensions, мы бы рядом положили. Это шерсть. Все ромашки от Риолиз, да? Да, да, да. Ромашечки от Риолиз. Так это тоже на равномерке, не помню. Майра из Кусницы, наверное? Наверное, да, да, маленькие. У них обычно на льне. Да, наверное, они. Это тоже один из наборов, я попробую от них. Вот такие маленькие я стала на работе брать, там вот, если есть свободная минутка, вот такие маленькие вышиваю. Это по авторским схемам или по наборчикам? Нет, это все наборчики. Это все наборчики, а вот какой интересный. Это жар-птица такой маленький наборчик. Ага, симпатичный. Вот это похоже на авторскую схему. Нет, это набор... Как бы не помню уже. Вообще сейчас наборы, да, такие классные стали. Прямо у них такие схемки. А вот это вообще такое давно купила, РТО, кажется. Да, РТО вообще старым таком наборе, наверное, будет 4 назад купила, вот только вышла. И основа была эта, там, равномерка, да? Это ты не заменяла? Нет, нет, все оригинальное. Я вот единственный набор сейчас заменила. Вот сейчас я его вышиваю, такой леопард черно-белый у меня. Ну, у меня дома, естественно, остался, я его не привезла. Вот у Ольги забрала равномерку, вот там поменяла. Во всех остальных у меня все оригинальное. А это на черный тоже твое? Ну, мне же уже сказали, что леопард, но не знаю. Ну и как? Как тебе на черной камбе вышивать? Мне абсолютно нормально. Нормально, да? Ну, нету, да, сложности, в принципе, ну, вышиваю, вышиваю, все хорошо, все легко. Я не вышиваю, как некоторые подкладывают цвет, это мне, наоборот, сложнее. Ну, а в остальном, не знаю, по схеме. У меня тоже нету в саге, я по бумажным схемам, и как бы, не знаю, все легко для меня. Я говорю, у меня нету, ну, не видела пока таких сложных схем. Ну, просто какие-то чуть дольше, какие-то чуть быстрее выживаются. Это моя серия акварельных цветов от Триолис. Представьтесь, пожалуйста, для новеньких зрителей. Меня зовут Зоя Ивана, я приезжаю, я из Новотроицка. Очень люблю эти встречи, всегда жду. Что, здесь он, как сказал, называется акварельные цветы. В работе у меня осталась последняя гербера. Это почти всю серию вышили. Вышили? Я решила, что пять достаточно. Ну, четыре готовы, пятая в работе. Кстати, герберы я не принесла, у меня дома они есть, да. Ну, вот у меня герберы вышиваются. Мне очень нравится вышивать либо партные, чтобы были картины, либо серии делать. Я не принесла еще. Вот так, в серии. Вот, времена года. Сейчас, еще время. Это, если это небольшого формата картинка, то лучше, конечно, когда серия. Так интересно, везет. Ясно. Я тоже сериями люблю вышивать, но не всегда терпения хватает у меня сериями вышивать. Я такие маленькие вышиваю, как отдыхалочки, вы знаете, как это называют. Я выбираю эту работу большую, я ей уделяю много времени. Где-то я четыре в неделю, я вышиваю эту большую картину. А вот эти маленькие по одному дню в неделю. Вот, она потихонечку-потихонечку продвигается и, в конце концов, заканчивается. Девочки, это чья красота? Признавайся. Красота моя. Это нега. От РДО. Розовая нега. Такая здесь и крест, и полукрест, и бэк здесь есть. И вот еще моя работа. Тоже РТО. Это основа... Это льона. В наборе была? Да, в наборе. Это итальянский льон. Девочки, смотрите, как отличаются. Да, вот в последние уже наборы такими и льном комплектуются. Раньше не было такого разнообразия, да? Была канва и редко у кого была линда. А сейчас вот смотришь, такое ощущение, что все вышито по авторским схемам. Первый раз на льне вышивала. Ну и как вам впечатление на льне? Ну, тяжеловато для первого раза. Ну, привыкаешь и уже так, ну, иголочка летает. Интересно, интересно, да, привыкают, да. Ну, нравится здесь ровные крестики, не как на айде, аккуратно все получается. И, соответственно, конечно, здесь мы не размечаем, начинаешь вышивать серединки. И по чуть-чуть, по чуть-чуть, вот так вот, вокруг, вокруг, вокруг. Ну, цвет где-то захватишь один рядышком. А как обычно, от центра начинаете вышивать? Да, да, от центра, ага. Потому что тяжеловато. Здесь без разметки, тем более лен, он тянется, раздвигаются нити, и стараешься аккуратно вышивать. А все работы без разметки вышиваете? Нет, эти вот на айде с разметкой. Ну, у меня сейчас можно показать, я сейчас вот, у меня начатая в процессе работы в большом размере, конечно, там с разметкой. Я в основном люблю многоцветки большие вышиваю. Так, многоцветки для меня тема актуальна. Ого-го, девочки, посмотрите, какой шедевр. Во-первых, обратите внимание, вот первый раз вживую мы видим станок Аманик. У нас еще никто на встрече... Рамы, у нас никто еще не приносил на встречи, такие габаритные работы. А вот это многоцветка, видите, сколько? Голден Кай. Голден Кай? И сколько уже ее вышиваешь? Да, полтора года, наверное, вышиваю. Ну, я вот балуюсь тоже вот такими маленькими работами. Вроде как не отдыхалочки, но в то же время и для разнообразия меняю. Это сферокатки, да? Это вот рама от Аманик, да? Можно посмотреть, как крепится? Вот она крепится. Это надо чем-то обычным, да? А, ну ладно, не вытаскивать. Нет, нет, все можно, просто вот показываю, как она потом вставляется. А, речка, там сюда закладывается канва, и вот так вот речка. А, девушка, девушка, просто девушка, да. А он Аманик раздвигается, да? Можно шире раму, да? Шире, да. Да, ну, это, здесь вот высота регулируется, можно заказывать по высоте, разные боковые, разные боковые, вот, по высоте. И когда, нет, это 20, самое, говорят, оптимальное, я вот 20 тоже заказывала, и они как раз раздвигаются, и примерно вот так вот хватает достаточно, потому что выше рука уже потом тяжеловато идет. Вот самая оптимальная вот эта высота. Это труб вот эти покупающие, для этого, для рук, ну вот, которая для, для рук, для этого, для обмотки труб есть. А, ну да, ну да. Вот эти вот пластиковые. Это вот тоже вот так вот. Но чем, это плоховато, Аманик, в общем, когда вот заворачиваешь работу, то вот этот поворот, он цельный получается, нельзя регулировать вот так, чуть-чуть повернула и вставлять, нет, только на полный оборот. Вот, поэтому тяжеловат, да, на 360 тяжеловат вот сразу. Ну, натягивается идеально хорошо. У меня единственное, что немножко сборит плоховато, потому что, когда я покупала два года тому назад канву, Олю не знала. Да, и там стандарт в мире вышивки, там стандарт идет канвы. Там только ширина 55 сантиметров, а здесь как раз 55 сантиметров. Ну, в общем, посоветовалась, решила вот надставить ткань, сказали, что можно. Ну, подумать, потом буду оформлять, вот, как будут оформлять, отступят от края, насколько можно. В общем, пришлось вот так вот сделать. Вот для новеньких сейчас сделаю такую пометочку. Вот эти вот небольшие работы, они вышиты по наборам. В наборе есть и канва, и нитки, иголочка, все есть. Ну, можно купить отдельную схему, и на нее канву и нитки, все равно, все равно, все равно. То есть, разные варианты. Есть ключ к схеме, и по этому ключу Оля набирает. А, там все написано, да, получается. А вот эти клеточки? Вот эти клеточки, есть маркер, он водорастворимый. Отсчитывайте 10 на 10 клеточек. Да, это сами рисуем линеечкой. У меня есть видео на канале, я делаю это в циркуле. Вот, измерите на циркуле, где-то, чтобы ромбить. Вот, да, но вообще многие девочки не умеряют циркулем, они... И как раз вот растягиваем, считают, сколько можно. Сейчас я даже покажу. Я принесла сейчас канву, мы покажем. Коля, размерчик. Испугай меня. Сейчас Оля развернет канву, что я собралась, вышивая девочки. Мне самой страшно. Вот, надо вот так вот попасть. Да, теперь попасть. Валя принесла мне канву большую, которую на императрицу. Да, на императрицу Евгению в окружении Фрейлин. Я подожди, мадам. Я одной решила... Не-не-не-не-не. А как я одна решила? А я не знаю, как ты можешь вышивать. Как раз в зал... Готовьтесь стену. А как я это вышиваю? Она для этого трехкомнатную квартиру купила. Вот правильно. Я вот так, девочки, я вот так лягу и укрой. Девочки, сначала сидя повышиваю. Леша на коврике, Леша. Вот это как-то и как-то. Девочки, вот это самая решила. Императрица Евгения в окружении Фрейли. А, это жена Фрейлины? Да. Это на запой... Мои женщины и Елена Сахаренко, она в проекте и переоприятия. Да, Елена, в 18-й. Она про каждую девушку. Она про каждую переоприятию рассказывала. Что-то, по-моему, я замахнула. Да, я... Я боюсь. Я тоже уже боюсь. Нет предела совершенства. Когда я, девочки, когда я смотрела на фотографии, их и повидываю, я не боялась. Сейчас я реально... Ну, красота, конечно, там неимоверная, но замахнуться на такую работу... Ну, мы в тебя верим. Молодец, да, в тебя верим. А, девочки, в общем, это мой процесс, который будет стартовать в 2021 году, а закончу я его... Дай бог, в 31-м году. Я бы сказала, что за год. За год? За год? Я на 10 лет рассчитываю. За год это надо... А я еще планирую в перерывах. Картина готова. Я испытала культурный шоу. Это врачи-победители. Лёгкий крестик. Крестила, мама, на что я с мамой здесь. Ну, нормально, я ей сказала, что нет предела совершенства. В общем, девочки, эту работу я рассчитывала по дому на дивану повесить как ковер. Вот как раньше были гомбинеты, там, при богатыря, Аленушку, ручья. Надеюсь, у меня получится. Будь ковер, ляжешь старенькая, и будешь его разглядывать этот ковер. Да, планирую на 5 вышивать. В общем, я уже представила, как я вышиваю, потом уснула, уже укрылась, уже устала, утром проснулась, дальше вырываю. Ну, а как иначе? Иначе не вышнешь это. Наверное, да. Вышнешь. И день и ночь буду строчить. На самом деле, девочки шучат. Я не рассчитываю вышивать день и ночь, поэтому я этот процесс растяну на многое время. Также буду понемножку вышивать, как и все остальное. Вот косметички шили, да, вот сумки. Вот не ела, это чья сумочка? Моя. А вот это, мешочки. Можно, да, мешочки. Да, это и тоже можно. А еще, по это, какую ткань можно вот под мешочки взять? Да, ну, в принципе, была. У меня я была 30-го каунта, мы уже брали, и с лодком брали. Да, вот я срежу. Тогда у нас была в новогоднем мешочке шили. Вот хочу на мешочки. Нет, это все. Нет, это же сейчас. Дорогой удовольствием мешочки. Девочки, кто панельки вышивал? Я панельки. Расскажите. Представьтесь, пожалуйста. Валентина Петровна. Валентина Петровна. Вот вопрос у нас созрел. Вот эти вот штучки, деревянные подвески, были в комплекте? Нет, это заказывали мы отдельно, но я только начинающие, я только учусь. Это вообще мои первые. Ничего себе. Девочки, это у нас в Оренбурге начинающие вышивальщицы. Знаете, я долго думала, как ее оформить. Хотела в рабочку, но я решила, что будет очень узкая, и рисунок будет зажат, как бы. Я решила сделать ее висячью, а теперь уже переживаю, что она будет вылиться, например. Там изнака закрыта. А изнаку я решила, так вот. А, вы закрыли изнак? Да, они закрыли. Ничего себе. Потому что важно делать. Ничего себе начинающие вышивальщицы. 5 с плюсом вам. Ну, это не первая работа, это 3 снизу. Я вышиваю где-то злот. Симфоник. У меня есть форум. Знаете, я вышиваю еночкой. Я вышиваю слева направо, справа налево, сверху вниз. В одну из формы. А получается с еночкой. Вот здесь у нас как. Вот все еночкой. Вот неоформленная. Вот главное правило. Все бисеринки должны смотреть в одну форму. Ну, так же, как и крестики. Да, так же, как и крестики. Вот, девочки, я у Оли заказала вот такую елочку. И смотрите, здесь в наборе идут бисеринки. Вот они. Ой, бусинки. Вот бусинки пришиваются. Нарезка ниток. Ох, ты даже бисер здесь есть. Вот так смотришь, да, на картинку и не скажешь, что здесь еще вот есть бисер. Схемка и идет пластиковая канва. Вот она, пластиковая канва. Двухсторонняя получается. Вот это схемка? Схемка нет. Схемка вот здесь вот она. Вот схемка. Вот она идет. Одна сторона и вторая. И потом они сшиваются между собой и получаются игрушечки на пластике. Ну, вот у них... Вот так она. Да. В МП-студии у них не очень, конечно, удобная схема, то, что она вся серая. Многие девочки не любят, путаются, но я вроде привыкла. А есть цветные? Есть цвета символные, где и символы цвет. Есть черно-белые, есть трехцветные, есть прям полностью глянцевые цветные. Но здесь уже кто к чему привыкает, кому что нравится, дело вкуса. Это вот пластиковая канва. Вот так она выглядит. Как четырнадцатая. Она соответствует четырнадцатой ячейке. Для глаз нормально. Самое идеальное – четырнадцатая, шестнадцатая для глаз. Крупная есть, десятая, одиннадцатая. Ее не все любят. И есть вот очень мелкая. Восемнадцатая, еще меньше восемнадцатая. Есть гобеленовые сетки. Но для начала рекомендую с четырнадцатой, шестнадцатой. Вот здесь у меня, по-моему, крупная. Я забыла, какая. Но я еще не расправила, ее не разгладила. В тринитке вышивала. А это в наборе была такая канва? Да. Это Риолис, да? Да, у Риолис шерстью. По-моему, в трините, да, вышла? В трините, да. Но еще не отделана. Прям рючки как же. Ну вот думаю, места нет дома картины вешать. Думаю, это слишком подарите себе. Но это мне подарили набор. Я как бы хочу его себе оставить. И думаю, куда бы ее как бы оформить, чтобы она и не мешалась. И вот у меня есть там диванчик такой. Там две подушки такие. Думаю, вот если бы как бы так, типа, сделать нахлочку. Но там две подушки. А в другую хотела пейзаж, но только летний, например. Или весенний пейзаж. Как бы одна осень была. В общем, такая смешная выдумщица. Я не знаю, что получится. А я очень люблю осенние сюжеты. Наверное, потому что у меня осенью, день рождения. Не знаю. Очень люблю. Но у меня еще ни одного вышитого осеннего сюжета нет. Обожаю. Такие рыжие цвета вот эти вот. Ну, красиво. Я не знаю, потому что у меня не оформить, отформить, отформить. Отличный смысл. В Оренбурге проходят авторские экскурсии по историческому центру города. Проводим мы их вдвоем. То есть я, Надежда Кутафина, блогер-краевед. И Наталья Ермашова, известный в городе журналист. И автор, и создатель театра теней. И вот мы разработали уже четыре маршрута. Все очень интересные маршруты. Экскурсии построены совсем необычно. Потому что мы не профессиональные экскурсоводы. Мы просто любители. Любим свой город. И очень много о нем знаем. И решили поделиться с жителями города тем, что мы знаем. Следите за нашей рекламой. В моих группах уходящий Оренбург во всех соцсетях. И Наталья Ермашова, лица во времени. Она тоже дает анонсы. Приходите, не разочаруетесь. Я тоже, девочки, делаю репосты на своей странице ВКонтакте. Если подпишетесь, то тоже увидите рекламу, когда будет следующая экскурсия. В рамках нашего марафона проходят мастер-классы. Галереи открыты пятницу, субботу, воскресенье с 12 до 6 часов для всех оренбуржцев. Приглашаем вас прийти к нам в гости. Спасибо за просмотр видео. С вами была Инесса. Пока-пока. Суббота. 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 Суббота.